Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции Вставка ссылок, рисунков и объектов в веб-документы По плану рассмотрим следующие вопросы Вставка рисунков в веб-документные скидки штаммел Ссылки, вставка объектов Использование графики в штаммел-документах Карты изображения Организация гиперсил Муземедельные объекты в штаммел-документах Вставка изображений Для встраивания изображений в документ Используется тег имидж, имеющий обязательный параметр СРС, который определяет адрес файла с картинкой И арт, определяющий альтернативный текст Тут изображена синтаксис тега имидж Имя тега имидж Далее СРС, тут мы указываем адрес изображения Дальше пояснительный текст, когда изображение недоступно И Олыбин, это выравнивание изображения по тексту Эти два альтернативы, последние, арт и его выводные, не обязательны Форматы графических файлов Существует, конечно же, форматов очень много В вашем мейле приветствуются следующие форматы ГИФ ГИФ использует 256 цветов И эффективность сжимает сплошные цветные области Формат ГИФ используется для создания анимированных рисунков Может содержать прозрачные области Примечания этот текст Логотипы, иллюстрации с четкими краями Анимированные рисунки Изображения с прозрачными участками GPS поддерживает 16 миллионов цветов И сохраняет их яркость и оттенки В фотографиях Применение фотографии Не годится для рисунков Слежащих прозрачные участки Мелкие детали и текст ПИНК-8 Аналогичный ГИФ, однако, поддерживается не всеми программами Использует улучшенный формат сжатия данных ПИНК-24 Формат ПИНК-24 Также поддерживает 16 миллионов цветов Подобно ГИФ формату ПИНК-8 Сохраняет детали изображения Применение Это значит фотографии Рисунки, содержащие прозрачные участки Рисунки с большим количеством цветов И четкими краями изображений Значит, вставка изображений формата Да? Вот так, что об этом говорили Значит, расширение ГИФ, ЧПИНК-5 То есть, количество оттенков Это 2056, 16 миллионов И 2081 триллионов Вставка изображений ГИФ 256, 900 цветов Поддерживает загрузку файлов С червинованием ствол Возможно, прозрачный фон Осуществляет анимацию изображений Используется для рисунка и ГИФ-анимации Вставка изображений GPM 16 миллионов цветов Фотографическое качество изображений Позволяет задавать еще более высокую степень Сжатие за счет потери качества Использует для фотографии Вставка изображений ПИНК 281 триллиона цветов Поддерживает загрузки файлов С очередованием строк Возможно, прозрачный фон Подмехов устойчиво Осуществляет провокационные ошибки И передачи файлов Используется для фотографии Подносительный адрес Файл находится в одной папке С файлом в обоих страниц Например, pic.srs.pick.gif Файл находится в папке Следующего уровня По отношению к файлу в обоих странице То есть, находится в image То есть, тут мы обязательно должны указывать путь Где он находится Абсолютный адрес Файл находится на удаленном сервере в интернете То есть, пример приведем Значит, image.srs.http.3w.firmis.group.file.gif Выравнивание относительно текста Параметры атрибута ликен Это текст топ Верхняя граница изображения выравнивается По самому высокому текстовому элементу текущей строки Топ верхняя граница изображения выравнивается По самому высокому элементу текущей строки Миду выравнивание середины изображения По базовой линии текущей строки Абс-миду выравнивание середины изображения По середине текущей строки Бейслайн выравнивание изображения По базовой линии текущей строки Батт выравнивание нижней границы изображения По окружающему тексту Лев выравнивание изображения По левому краю И рай выравнивание изображения По правому краю Пример приведен. Рисунок пик будет выровнен по правому краю окна. Размеры изображения. Параметры white и height TgMage принимают числовые значения, указывающие на размер рисунка в пикселе. Управление рисунка. Параметр bonder TgMage принимает числовые значения, указывающие на толщину рамки, обрамляющие рисунок в пикселе. Тут приведен пример. Когда мы пишем атрибуты, обязательно ставим знак равенства. Актернативный текст. Актернативный текст задается с помощью атрибута art.tgMage. Ставка изображения. Примеры. В первом примере изображение рисунок GIF находится в той же папке, что Html. Во втором изображении рисунок GIF находится в папке каталог по отношению к html файлу. В третьем находится на компьютере в папке сайт рисунок.gif. И четвертый находится на сайте html.ru. Пикчи определяет размер окна браузера, выбирает для отображения оптимальное изображение относительно окна просмотра. Элемент пикчи идеальный подход для мобильных устройств, в которых медленно работает интернет. Для валидности элемент пикчи должен находиться внутри тела фигура, ретина, то есть экраны с полностью точкой на view 150 и выше, на которых обычные изображения выглядят разминуты. Адаптивность. Задача изменения размера соображения согласно вашим правилам, прописанным в дизайне, в зависимости от размера viewport, кодирования или художественной цели. Обрезка маловажных частей изображения при показе на устройство с внешним экраном. Видео. Тег видео. Открывающий и закрывающий определяет. Видео. Потоп на сайте. Атрибуты значений. AutoPlay. Значения AutoPlay. Видео воспроизводится сразу после загрузки страницы. AutoBook. Видео воспроизводится уже в момент загрузки страницы. Controls. Панель управления видеоклеером. Flow. По окончании видео проигрывается слово. SRS. Перо. Источник видео. Type. Видео. Упределяет формат видео. Right. Высоту видеоклеер. Wide. Ширину видеоклеера. Тег фигура. Используется для группирования любых элементов. Например, изображений и подписей к ней. Мы использовали тег фигура. С помощью него мы можем группировать изображения вместе с текстом. Гиперссылка. Это связь между веб-страницами и файлами. Гиперссылка на веб-страницы существует в форме указателя ссылки. Шелчок, по которому обеспечивает переход на веб-страницу, указанную в адресной части. Часто гиперссылка указывает на другую веб-страницу, но может также указывать на рисунок, мультимедийный файл, адрес электронной почты или программу. Значит, гиперссылка и его формат имеют следующий вид. А, шриф, значит, адресная часть, далее указатель ссылки. И текст закрывается. Гиперссылки примерные, значит, ссылки с абсолютными адресами, ссылки относительным адресом и ссылки на e-mail. Гиперссылка в виде изображения. Вокруг изображения ссылки автоматически добавляется рамка толщиной 1 пиксель и цветом, совпадающим с цветом текста. Ссылка. Чтобы убрать рамку, следует в теге e-mail установить размер бордер-милан. Гиперссылка в пределах страницы. Чтобы построить ссылку на область внутри текущей страницы, надо дать этой области название при помощи атрибута name, тега, n. Имя должно содержать только буквы и цифры. Таким образом, можно делать гиперссылки, указывающие на область других страниц внутри сайта. Значит, приведем пример. С помощью name атрибута мы можем перейти на начало страницы. Графическое оформление. Цвет фона в обстранице задается с использованием параметра bj-color, тега wolding. В примере переведен цвет blue. Цвет можно указывать в 16-ти личные значения или по его имени. Графическое оформление. В качестве фона можно использовать любое подходящее для этого изображение. Фон не должен отвлекать внимание текста. При этом должен хорошо сочетаться с цветовой гаммой в обстранице, быть маленьким по размеру. Цвет фона в обстранице задается с использованием атрибута background. Интернет-экспользуя позволяет сделать фон неподвижным с помощью параметра bj-color, tize, fixit, тега wolding. Создание карт. Карта изображения позволяет привязывать ссылки к разным областям одного изображения. Карта изображения определяется парным тегом nr. Штамелл документ может содержать несколько карт изображений. Поэтому каждой карте должно быть присвоено уникальное имя, которое подберяется атрибутом nr. Карта изображения состоит из участков изображения и соответствующих им ссылок. Описывает участок изображения и ставит им соответствие ссылки к одиночной теге-рвеи. Атрибуты tg-ray, shape, очертания области. Возможное значение атрибута прямоугольных, кругов, многоугольных, корс, координаты области. Для прямоугольника координаты левого, верхнего, правого, нижнего угла. Для круга координаты центра и радиус. Для многоугольника координаты всех углов. Шрэф, адрес файла, на который делается ссылка. Но шрэф означает это областные действия. Кудовик для выравнивания дыр. Альт-текст, в описании. Схудут альтернативы при отключении в браузере. Загружка изображений, титл, всплывающий в текст, позволяющийся при наведении курса. Вышки на заданной области. Спасибо за внимание. Сегодня мы пришли к тему вставка рисунок, гиперсунок, кат изображения.